В сквере Гудовича звучат песни военных лет. Солдатский привал собрал сотни анапчан. Здесь же недалеко разместились полевые кухни, где каждый желающий мог отведать настоящие солдатские каши. Многие сюда пришли целыми семьями. Считают, что чувство патриотизма и гордости за страну необходимо воспитывать с детства. Мой дед служил на войне, как и бабушка. Слава Богу, он пережил эту войну. Я также рада победе, то, что у нас сейчас спокойная мирная жизнь. То, что мы можем спокойно ходить, гулять, радоваться победе, радоваться, спасибо большое ветеранам, которые за нас служили, которые за нас отдавали свою жизнь, чтобы мы просто так сейчас были свободны людьми. Одной из самых посещаемых площадок стала экспозиция военной техники, среди которой и гордость российской армии, радиолокационные станции «Монолит». Эти экземпляры выставлены в Анапе впервые за 20 лет. Здесь же легкая пехотная техника, пусковая установка С-400, которая представила командование зенитного ракетного дивизиона 26-345. Оружие времен Великой Отечественной войны в своей экспозиции представил поисковый отряд «Черномор». Люди, естественно, интересуются историей Великой Отечественной войны, историей рабочей крестьянской Красной армии, ну и как бы это патриотическое воспитание для молодежи. Родители приводят своих детей постоянно, из года в год. Приходили сначала маленькие, потом повзрослевшие, а сейчас уже, ну скоро, наверное, будут приводить уже своих детей на нашу выставку, потому что действительно очень интересно, много экспонатов. С каждым годом у нас выставка становится все больше и больше. Сквер Угудовича превратился в большую интерактивную площадку, где каждый мог найти занятия по душе. Анапчане вписывали имена своих героических предков на стену памяти. Девочки знакомились с курсами медицинского мастерства. А для мальчишек была организована военно-тактическая игра «Лазертак» и стрельба из пневматического оружия. Так или иначе, события Великой Отечественной войны затронули каждую семью. Сегодня многие говорят, что День Победы – самый главный объединяющий народы праздник. Объединяет все народы, объединяет все слои населения, потому что у нас у всех общая, большая, красивая и драматическая история. В течение дня на разных площадках выступали творческие коллективы, проводились мастер-классы, отовсюду доносились песни военных лет. Тысячи анапчан в едином порыве отметили самый главный праздник страны, доказав, что в городе воинской славы свято чтут историю и память. Руслан Душевский, Анапа. Регион.